поцелуй мама мама поцелуй доброе утро доченька мама поцелуй и ты и снова ты что иди сюда буду тебя целовать что-то доброе утро сынок не проснулся я уже еду час в школу такая пробка капец вот ровно час уже еду и лиза уже и звонила все у лизы еще сегодня полицейский участок с 6 до 8 до 6 был успеть еще домой вернуться все стоит вот вообще просто все стоит дети звонят говорят мам едь быстрее я еду быстрее сейчас ноль миль в час еду быстро вот он этот объезд который я объезжаю два с половиной часа два с половиной часа ехать ура 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 всего два с половиной часа эта дорога у меня занимает обычно 15 минут без пробок 2 с половиной часа еще минут пять и доеду у меня в машине еще такая жесть еще дорога дети орут никого школа закрыта а лёва где подметить у меня не пожить такую страну сегодня был фиговый максимальный день сделай вид что у тебя все хорошо как там по энергии цинь или что там ты ловишь у нас это первая еда за весь день 4 часа 4 35 1 1 еда за день чтобы понимали я понимаю вообще надо запастись побольше в машину чтобы на так на в таком случае что это было хоть сухари хоть чипсы у меня даже бензин умудрился закончится почти а в школе-то как дела у меня у меня у меня вообще плохой день все пошло вообще не так в класс вообще с людьми я просто сидела везде и молча я не с кем ни разговаривать вообще я тупо сидела на парте вот так вот руки сложил и вообще и даже не используешь отмазку потому что я телефон не спорю телефон не запорьте я тупо так сидела в одну точку смотрю вот она вся эта пробка в которой я стояла раз уж мы сильно торопимся у нас есть всего 20 минут и лизу в полицейский участок сегодня у нас будет экспресс-пицца замороженный фастурик как ты поднялся ну короче первый раз короче там чурянная лестница есть ну короче конечно есть лестница а как ты поднялся я ее не заметил ну короче вот во-первых кофе там не было я ждал тебя я ждал маму пока она выйдет на машине и попросить у нее ключи потом я тупой и подумал что я я подумал что я не с той стороны жду потом я иду с другой стороны жду и жду и короче все это же ранее не было потом приехала машина открыла вот этот большой забор и я через него прошел прошел по лестнице и потом на лестнице там был закрытый забор и я через него так перелазил я через него так перелазил и короче потом там еще один забор был закрыт где я через его Лев ну ну у лифта бы постоянно подождал людей ты чё да ну нафиг зато интересно было как вообще просто как ну ты даешь ну ты даешь Лева нас ходишь за горячим шоколадом вниз каждый день и забыл ключи у нас просто подняться нельзя без ключа лифт не откроется нужно ключ приложить сейчас пицца будет кофе не было я поняла так пицца скоро будет готова давай переодевайся пиццу с собой не успеваем Лизунь быстрее пожалуйста Лиз быстрее стоит бульвар весь этот идеально от этого огонь немножко даже в среднем поднимать чтобы хотя бы такая нереально иллюзия иллюзия да да иллюзия счастья да да Лизунь ты сейчас покушаешь у тебя будет хороший настроение не переживай я вот например сейчас шоколады поел и нутеллы счастлива и не помогло да давай начинай тогда я вам расскажу как меня заставляли все делать расскажи расскажи Лизу не кушает в машине помнишь о том что я живу в машине мама ой ладно это я в машине живу Лизу ну хорошо я просто сиди не рядом помахиваю помнишь как на теннисе я тебя возила и тебя машу мам 9 лет моей жизни и вам еду еду с собой брали да ничего не меняется с годами как вы видите ничего не меняется они все равно дома скажут что ничего не делаю все равно все равно придут вечером и скажут что ты ничего не делаешь вообще по дому ты бездарь ты бездарь ты бездарь это значит мой псевдоним ты бездарь Лиза ладно мы опаздываем короче а если ты опоздаешь ничего страшного ну вот и узнаем в первый раз вот и узнаем сегодня мы точно опоздаем Лиза слушай попробуй пицца кстати не крути вообще не дай я тороплюсь Лиза попробуй пожалуйста пицца готова потому что есть у меня есть у меня такое подозрение что я пиццу могла не дожарить не успеть попробуй пожалуйста да и может еще лучше быть мам я уже не знаю еще пицца будет не дожаренная давай все сразу возле дома мы встали ешь давай мам сейчас пожалуйста Лизунь без инстаграма не получается поешь стоим стоим снова стоим давай пока давай 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 пока пока поцелуй конечно пока до восьми да пока у меня обратно домой возвращаться смысла никакого нет поэтому буду ждать пробки сумасшедшие поэтому еду заправиться сейчас заправку найду у меня совсем бензина нет так заправимся цены на бензин сегодня все 34 с половиной доллара полный бак приехала Лизу ждать вот они они все куда-то вышли вон на лизах что-то их поставили прям по стойке смирно опять куда-то пошли они сегодня где-то дежурят видимо сейчас поедут куда-то заправим а вот 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 и вот 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 Короче, что выяснилось. Оказывается, что происходит сегодня в Майами. Вова мне сейчас позвонил. Говорит, Лена у нас канализацию в Майами прорвала. Короче, есть съемки с вертолета, где чистят канализацию. Тут на пол Майами ее прорвало. Я думаю, что это в воздухе такое витает? В общем, кошмар. Из-за этого пробки у нас такие большие. Все перекрыто, службы, все вычищается. В общем, кошмар. Построились опять. Продолжение следует. Учат ходить. Привет. Меня читали по полной программе. Мама, мы уезжаем. Что случилось? Мама, ты как дышишь в этой машине? Ты мне объясни, пожалуйста. Я выключила кондиционер. Мама же задохнула здесь. Ну, я сижу полтора часа. Рассказ, рассказ, рассказ. Мама, меня читали по полной программе. Плохо ходишь? Во-первых, из пяти человек пришла только я и Кристин, которые обе опоздали. Я прихожу, у меня спрашивают, ты почему опоздали? Лейтенант какое-то спрашивает не они, а вот не вот Кристина с Джеком, а Лейтенант. Вот почему я позвала такие волосы? Типа, какого фига? Я такая пробка была. Я живу в дам-дауне. Такой, ты в дам-дауне живешь? Я такая, да. Она такая, типа, окей, я помню, сейчас постарайся вовремя. Потом, может, в субботу едем. Ты вообще видишь, что у меня волосы заплетенные? Да, я вижу. Ты там шагаешь. Я же тебе говорила, нельзя с распущенными. Мама, вообще мы про это больше не разговариваем с тобой. Что, что? Да, блин, мне сказали, я завязываю хвост, завязываю хвост, мне говорили, хвост нельзя. И то они говорят, и что, помпончик, это же низкомор вне, ну что ты? Ты должна быть абсолютно бесполным существом. Мама. Ты же на должности. Мама, мы вообще про это больше не разговариваем. И значит, мы же субботы едем, я еду на волонтерство, на нашу школу, на 5к, это забег. Да же? Что-то там они говорят. Сережке тоже нельзя, да? Мама, вообще не говори. В общем, и... И когти свои подстриги. Не, про когти с тобой уже не сказал. Он что-то говорит, что-то про цвет лака, а у меня он розовый. Я же говорю, ты мне еще скажи, что... Нельзя, нельзя, ты чего, конечно... Нет, про ногти у нас стало, про ногти у монитора. Он просто говорит, что про разных цветов не было. Типа, знаешь, когда зеленый, красный, оранжевый одно время. Ну, конечно, ты же при исполнении. Мама, я так даже в реальной жизни не крашу. Ну и что? И, в общем, про 5к. Там надо в школе быть рано, и тут резко перебивает лейтенанта Кристина, и она говорит, я с тобой заеду, я такая... Ты за мной заедешь? Она говорит, да, так будет удобнее, ты тут все время опаздываешь. Я такая просто стою и думаю... Я ей говорю, Кристина, ты же знаешь, что я опаздываю не специально, а потому что пробка... Ты в первый раз опоздала. Да. Она говорит, ну, потому что в тот раз же я не поехала на Волочинск, потому что я в пробку встала. Ну, там не пробка, там нам адрес не тот дали. Ну, да. И она говорит, я зайду за тобой, мне так будет всем удобнее. Я такая, ты понимаешь, что я живу вдавнен... то есть ты живешь в Майами Шорс, а я живу давно, это огромная разница. Она говорит, да-да, я с тобой зайду, я такая, Кристина, давайте сначала адрес скину, и тогда ты мне скажешь, идешь, потому что вот это... Да, пусть она заранее только скажет, сможет она заехать или нет. Мне постоянно говорят, я с тобой зайду, я говорю, Кристина, мальчик, с которым я была вместе, ты не мог за мной заехать, потому что я слишком далеко живу, а ты мне говоришь, что ты за мной заедешься в 7 утра, ну-ну, вперед. В субботу. В субботу, давай-давай, она говорит, да, проводить не будет. Что вы там делали, шагали красиво? Варшавали, меня читали за форму, ну, Дарине, так просто. Да, не судите, пожалуйста, за мой русский, а тут многие говорят, что я по-русски плохо говорю. Во-первых, я говорю на двух языках. Так, ладно, ладно, давай, что ж? На двух языках, дорогие лиды, господа. Лиз, все, это вырежем. Ну, да не вырежем, я говорю, это еще раз повторяю, я говорю на двух языках. Английский, а русский, и у меня по моим предметам пятерка. Ну, ты еще расскажешь, как ты немецкий учила. Рассказать и что? И пара итальян. И я еще испанский учу в школе, как вам такое? Ладно, давай, хватит пытаться. А меня читали за форму, оказывается, мы должны еще футболку под это одевать. Это же футболки. А, вниз этой рубашки футболки? Это вообще, это как в школе, у меня везде форма, в школе форма, здесь форма-то. Потом меня читали. Лиз, но это тебе даже не школа, здесь все серьезнее. Да, мам, везде. Футболка в смысле, чтобы торчала вон там воротничок? Нет, футболка, которая серая, я обычно надеваю, ее надо под это одевать. Зачем? А, просто такие правила. Это просто такие правила. Это я тут просто так надо носить. Потом тут должны быть две ручки и блокнот, который, кстати, нам не выдали, но нас отчитали за это. Потом он встал, он так, короче, по очереди, выльтенант сказал, он нас обсматривал. Он встал прямо, он встал прямо, и тупо у меня со всех ракурсов. Я просто подошел и сзади обсматривал, и туда обсматривал, что-то вот так вот на меня сзади. Мне очень было некомфортно, с каждым, я не комфортно, на меня вот так прям смотрят, извините, со всех ракурсов. Ну, тебя же не трогают, а смотрят, это не страшно. Все равно не трогают. И что, что, с формой что-то не так или что? Сказал, мне, во-первых, нужно ботинки купить черные, я тебе покажу, какие надо съесть купить. Специальные полицейские? Нет, их можно в таргете купить. И, значит, футболка же, тут блокнот и две ручки, которого мы, кстати, не будем. Это тоже надо в том магазине? Да, вот это все с рук мне надо снять. Кстати, я тебе еще хотела сказать, Близ, а за это не ругают? Ну, в первый раз сказали. Часы можно? Да, вообще ничего этого не делать. Только если ремешок будет черным, у меня нет черного ремешка. Потом ожерелье, которое еле видно, тоже снять. Сережки можно носить, которые у меня бриллиантики. Волосы завязать. Про макияж, слава богу, ничего не сказать. Ну, у тебя сегодня минимальный макияж, поэтому они сказали. У меня всегда минимальный макияж. Чуть больше сделаешь, скажут. У меня вообще съем минимальный макияж. Ну да, мама. Да, 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 я говорю, да. В общем, и они сказали носки одевать, которые здесь, как папа, носят по колено. Это американская фишка. Они все такие носит. Я стояла, я стояла, он начал смотреть на шоу, без проски, у тебя носки. А я только с подругой поугарала, пока он отчитывал другую девушку за ее носки. Моя подруга, мы с ней угораем. Я спрашиваю, какие у тебя носки. Я говорю, у меня розовые. У меня розовые. Они у меня же, знаешь, которые, знаешь, гофи, которые прячутся под кроссовки, которые не выпирают на низкой такой стадии. Я не знаю, как они называются по-русски. В общем, вот эти. И что-то мы угораем, угораем, туда очередь до меня доходит, и лейтенант спрашивает, типа, Китя, ты вообще носки одела? Я такая, да, одела. Он говорит, какого цвета? Резкая тишина. Резкая тишина. Я такая. Пинг. У меня не пинг. Некоторые начали угорать, я такая, вот, они у меня пинг, кстати. А он говорит, типа, они должны быть подовсюду. Я просто такая, я просто такая, я хотела зайкнуться, а у меня таких нет. Ты понимаешь, что на этой должности, на этой, как бы, в этом заведении должна быть абсолютно бесполым существом. Мам, меня пока отщипывали, я там чуть ли не это не заплакала. Я такая. Сережки, браслеты, макияж, розовые носки. Мам, я типа года была. У меня сейчас ремень, я считаю, потому что ремень должен быть еще по какому-то ракурсу, там, на совпадении с моими, как это называется? Пуговками. Пуговками, да, да, да. Еще меня отчитали, то, что, меня такая спрашивает, ты вообще гладила вот эту штуку? Я так. Скажи, да. Я сказала, да, мам, ты что? Мы же не будем говорить, что у нас утюга нет. У нас есть вообще-то утюг, мам, так не запомнил. А, точно, у нас есть утюг, я забыла. Он у вас, он у вас, точно. Мы вообще-то гладим нашего детства. Ну, я просто не гладила. Нет, нет, пылесоса у нас нету. Да. Вот. И вот, в общем. Про значок говорили, что-нибудь? Нет, подождите, да, вот этот значок, который я не одела, меня отчитали, почему я его не одела. Володя, да. Настроение, что они так отчитали. Мне так хотелось заикнуться, что нам Джек ничего не говорил, но я мы через Кристину промолчали. Но Джеку влетела, надеюсь, он же вас там... Он там тоже, извините, по отчетам тоже не соответствовал в некоторых моментах, поэтому ничего страшного. Но я не сказала, мне так хотелось сказать, я вообще первый раз вышла в форуме, и меня отчитывают, как будто я уже год тут работаю. Че-то, ааа, он спрашивает, что ты погладила, и я такая, да, погладила. Но она не выглядит, у меня-то вообще... Да. Ну, Джеку так подходит, просто так подходит, и кругом меня просто, извините меня, с пятой точки меня посмотрела, я просто поворачиваю, я просто такая стою, нормальность, дыши, я не прыгаю, что меня настолько обсматриваю. И он, кажется, выглядит помятой. Я такая, я объясняю то, что я ее заправила, потому что, ну, она большая мне очень сильно, я ее заправила, потому что она возможно... Лиза, здесь никто не будет смотреть на то, что ты девочка, здесь девочки, мальчики, здесь все равные, здесь демократия, да, Лиза, да. Мама, икулрайц, икулрайц, учила, да? У них икулрайц, икулрайц. Что это? Равные права, мама, они борются за равные права. Так я об этом и говорю, Лиза, я об этом тебе и говорю сейчас. Послушай, послушай, послушай. И, короче... И спрос такой же, как с мальчиком будет. Равные права. Ты все равно не знаешь, кем ты станешь. Я иду за полицейским. Я в этой программе только, потому что это выглядит хорошо для колледжа Аппликейшн. Все, я в этой программе бы сейчас не осталась, если бы не для колледжа. Я бы не осталась. Я бы уже сегодня бы сказала, вы знаете, я, I'm out. You know what, I'm out. Потому что, ну, я не хочу этим заниматься. Но так как это хорошо смотрится в колледж Аппликейшн, то, окей, я посижу до конца школы, чтобы в колледж поступить. Они посмотрели, думаю, ой, какая молодец, она так старалась, бла-бла-бла. Я посижу. Но то, что сейчас... Не знаю, зря ты говоришь, тебе очень идет форма. Мы же, наоборот, те, кто в этой программе, мы просто там, ну, в качестве опыта приехали туда, пришли в эту программу. Мы не так тебе ответы, а они прям каждый изюмки. Они там, сэр, типа, да, сэр, да, нет, сэр, вот это было. Ну, ладно, ты ходить-то сегодня научилась правильно. Я хорошо-хожа, у меня нет претензий по моей ходе. Здесь не ругали? Нет, мне не ругаются по моей ходе. Вообще не ругали. А что, у меня нет, никогда у меня не было претензий. Строгий вот этот дядька был, который я там видела? Ну, немножко, все к моей фамилии цепляются, мам. И могут произнести? И в школе, и здесь, потому что они должны называть тебя, там, лейтенант, я кадет, кадет, там, твоя фамилия. У всех понятно, там, какие-то легкие и моя. Как ты предложишь свою фамилию? Я такая, просто Лиза. Он говорит, окей, просто Лиза. Кому все время цепляются к вам фамилии? Они так плохо, мам, читают, ты бы только знали, гады, пишешь в фамилию видео. Вообще, кондефициально. Конфиденциально. Я не знаю, я знаю, как помнить. Конфиденциал. Это как в английском. Ладно, погнали домой. Все, я хочу домой. Домой, домой, да. Слушайте, знаешь, что, оказывается, случилось сегодня с пробками? Ты канализацию прорвала в Майэме. Да? Да. А потом, что такое день, извините? Я поняла. Домой, 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 домой. Домой. Домой.